Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Что делать, если приглашают стать крестом невоцерковленные люди? Откажешься – могут очень обидеться. Согласишься – пойдешь против совести. Без рассуждений не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся, говорит в своей книге Иисус Сын Сирахов премудрый. Вы знаете, я человек, который пришел в церковь через крестную. Она согласилась стать таковой. Мне было тогда 9 лет, это было в 77 году. Папа мой был еще не крещен. Мама была крещена, но совершенно далека от церковной жизни. Если бы не моя крестная, царство небесное, рабе Божией вере, помолитесь, пожалуйста, за нее. Я не знаю, обрел бы я это сокровище или нет. Поэтому для меня это вопрос очень больной. Конечно, допускать до крещения ребенка у неверующих или не церковных родителей в принципе нехорошо и неправильно. Мы же крестим ребенка только тогда, когда понимаем, что он будет воспитан в церкви. Но с другой стороны, если вы откажетесь, то найдут того, кто вообще тоже к церкви никакого отношения не имеет. И ничего этому ребенку раскрыто не будет. Что можно посоветовать? Как поступила на просьбу моего тогда некрещенного отца моя крестная? Она сказала, хорошо, но вы должны мне обещать, Саше и Наташе, что вы не будете мне мешать воспитывать Аню, это моя сестра, и Федя, это меня, и учить их молитве, и я буду их 3-4 раза в год брать в храм. Тогда я согласна быть крестной, она сказала. То есть нам поставила условия заранее. Родители согласились, совершенно не понимая, что такое там причастие, что такое молитва. И крестная за нас взялась. И мы все, и сестра, и я, мы в церкви. И мама, и папа ушел ко Господу крещенному. Вот поэтому здесь надо взвесить. Если вы откажетесь, если вы единственный церковный у них человек, то вот эта небольшая надежда, небольшая калиточка в Царство Божие, она захлопнется. И этому ребенку ничего открыто не будет. Но если вы поставите условия, скажете, что для меня это серьезно, я становлюсь крестным не для того, что там раз в год плюшевую мишку дарите, да, и торт привозите, а я буду делиться с ребенком тем сокровищем, которое у меня есть. Я иначе не могу. Вы должны обещать мне, что не будете препятствовать. Вот тогда соглашайтесь и сейте. Ведь вера всевается в сердце человека, как крошечное семечко, понимаете, как горчичное зерно. А потом становится больше всех деревьев, так что птицы небесные укрываются в нем, Господь говорит. Царство Божие подобно семени горчичному. Вы расскажете ребенку, вы почитаете ему Евангелие, вы скажете ему, Чадо, пожалуйста, Отче наш, Царю Небесный, Богородица Дева, читай на ночь каждый день. А вот через неделю, в воскресенье, пожалуйста, с утра его ничем не кормите, я повезу его причачать в храм. Отвезите в храм ребенка причачать, если родители никак не двигаются. Покормите его после этого вкусно. Моя крестная доставала из рюкзака китайский термос, какие-то бутерброды и кормила нас сами. Я это помню до сих пор. Так что откройте ребенку дверь в церковь, пусть он имеет этот опыт. А вырасти верующим или неверующим, церковным или не церковным, он сам потом решит. Но если вы не откроете ему церковную жизнь, он не попробует благодать Божию на вкус буквально, как он будет выбирать. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации, если родители согласны дать вам определенные права, то надо соглашаться и браться за это как за служение Божие. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok